В одном из самых отдаленных мест во Вселенной, в галактике глаз носорога, недавно произошел пространственно-временной коллапс. Группа ученых случайно интегрировала ультрадифференциальный флуксуатор в квазипространственный термостат. Проще говоря, кто-то поместил машину времени, похожую на пульт дистанционного управления, в телепорт, похожую на стиральную машину. И теперь по всей галактике возникают временные и пространственные аномалии. Вы – руководитель службы безопасности Вселенной. Эта высокоразвитая группа гуманоидных существ с собачьими головами следит за порядком во Вселенной и устраняет разные пространственно-временные аномалии. Вместе со своим отрядом вам предстоит разобраться с последствиями инцидентов и отключить эту машину времени. Вы садитесь в свой корабль «Звездный пудель» и отправляетесь в опасное путешествие. Первая остановка – планета вверх. Там все формы жизни двигаются вертикально, все люди, животные и другие удивительные существа движутся только вверх, поднимаясь по бесконечным лестницам. Вот где появился инопланетный объект из другой галактики и другого времени. Найдите что-то или кого-то, кто не из этого мира. По этой веревочной лестнице ползет улитка, она движется горизонтально. Вы кладете улитку в банку и собираетесь отправить ее домой, на планету Слайм. Удивительно, но улитка умеет говорить. Она просит вас о помощи. На их планете появился неизвестный монстр, который наводит ужас на всех обитателей их мира. Вы решаете помочь и летите на планету улитки. Здесь живут только улитки и гусеницы. Весь мир покрыт толстым слоем слайма. Тут можно встретить больших улиток, маленьких и даже улиток размером с небоскреб. Но среди них есть и пришелец. Хорошенько осмотритесь вокруг и найдите его. Среди улиток вы замечаете раковину большого краба-отшельника. Она похожа на любую другую раковину улитки, но из нее торчит пара клешней. Вы создаете вокруг краба силовое поле и телепортируете его на корабль. Ваша миссия закончена, и улитки вам очень благодарны. Следующая задача — спасти планету стерилиум. Это самая стерильная планета во Вселенной. Там нет ни грязи, ни микробов, ни бактерий. Чистый стерильный мир населен одноглазыми летающими кристаллами. У них нет ртов, чтобы разговаривать, но они общаются с помощью телепатии. Ваш мозг получает от них сигнал. Им нужна помощь. К их планете летит огромный метеорит, и его нужно уничтожить. Вы не можете приземлиться на планету, чтобы не занести на нее микробы. Вместо этого вы сканируете состав астероида. Оказывается, астероид прилетел сюда из параллельной Вселенной и состоит из сахара. Вы говорите кристаллам, что им не нужно беспокоиться, и улетаете с астероида, ничего не делая. Почему вы уверены, что их планете ничего не угрожает? Астероид из сахара расплавится и сгорит в атмосфере планеты за считанные секунды. Вы узнаете, что на Земле 9 появился гость из будущего. Технологии на этой планете не развиты. Там еще даже нет парового двигателя. Итак, вы решаете выполнить свою миссию тайны. Вы приезжаете на поле и видите трех фермеров. Они ходят по вспаханной земле и несут овощи. Один из них – фермер из будущего. Но кто? У этого парня пластиковый пакет. Вы отправляете его в свое время и собираетесь улетать. Но потом вы замечаете кое-что странное. На Земле 9 живет 3 миллиарда человек. И все они должны выглядеть по-разному. Но по какой-то причине они все выглядят одинаково. Вы видите 3 миллиарда фермеров, работающих на одном огромном поле. У вас сильное обоняние. И вы чувствуете, что жители этой планеты не люди. Они ничем не пахнут. Взгляните на эту армию фермеров и узнаете, кто они такие. Все они – голограммы. Один из фермеров даже мерцает. Но зачем кому-то создавать такую огромную оптическую иллюзию? В этот момент все фермеры, земля, деревья и трава начинают мигать. Весь мир вокруг вас исчезает. Вы оказываетесь в маленькой белой комнате. Ваше лицо превращается в человеческое. Рот забинтован, и вы не можете говорить. Ваш скафандр превратился в серую рубашку. Дверь открывается, и входит большой парень в белом халате. Он дает вам швабру и ведро с водой. Вымай комнату, говорит он, и уходит. Вы не помните, кто вы и как сюда попали. Нужно выяснить, что происходит. Но сначала надо узнать, как вы выглядите. Как можно это понять в белой комнате, без стеклянных поверхностей, зеркал и окон? Взгляните на воду в ведре. В ней вы увидите свое отражение. Вы смотрите на воду. Хм, теперь все ясно. Дверь открывается. Вы выходите из комнаты и вместе с санитаром идете по длинному коридору. Вы проходите мимо комнаты, где сидят другие люди в серых рубашках. Вы входите в столовую. Повар наливает вам воду и дает розовый пончик. Обед, говорит он. Санитар снимает повязку с вашего рта. Вы кусаете пончик, у него вообще нет вкуса. В этот момент вы понимаете, что все вокруг – галлюцинация. Вы находитесь на планете Стерилюм, под телепатическим влиянием ее обитателей. Но как вы это поняли? Когда вы взглянули на свое отражение, вы увидели свое настоящее лицо – собачье. Все вокруг слишком чисто и стерильно, а у пончика нет вкуса. Кристаллы не знают, что такое вкус и не могут его создать. Они хотят вас изучить, чтобы выработать иммунитет и уничтожить галактику. Вы разгадали их секретный план, но как вам выбраться? Единственный способ – использовать бактерии. Но где взять микробов на абсолютно стерильной планете? Итак, вы смотрите на санитара и плюете в него. Повсюду начинается хаос. Повар кричит и убегает. Ваша рубашка исчезает, и вы снова становитесь лидером службы безопасности Вселенной. И ваша голова превращается в собачью. Ваша слюна содержит микробы. Когда вы плюнули в кристалл, вы заразили всю планету. Вы оставляете стерилиум с их микробным апокалипсисом. Вы встречаете свою команду и летите через космическое пространство. Вдруг вы ловите сигнал с огромной планеты под названием Гекту. Похоже, машина времени находится там. Эта планета падает в черную дыру. Вы приземляетесь на Гекту. Небо медленно темнеет. Вы замечаете мерцающую стиральную машину. Вот она. Вы подсоединяете несколько кабелей к машине и поднимаете ее на свой корабль. Гравитация черной дыры усиливается. У вашего корабля недостаточно энергии, чтобы покинуть это место. Что же делать? Используйте стиральную машину. Это еще и телепорт. И он может перенести вас в любую точку Вселенной. Вы изучаете инструкцию настройки. Сработало. Ваш корабль телепортируется на... Гекту. Небо медленно темнеет. Вы замечаете мерцающую стиральную машину. Вот она. Вы подсоединяете несколько кабелей к машине и поднимаете ее на свой корабль. Гравитация черной дыры усиливается. У вашего корабля недостаточно энергии, чтобы покинуть это место. Что же делать? Используйте стиральную машину. Это еще и телепорт. И он может перенести вас в любую точку Вселенной. Вы изучаете инструкцию настройки. Сработало. Ваш корабль телепортируется на... Так, что происходит? Вы переживаете один и тот же момент снова и снова. Судя по всему, вы активировали не телепорт, а машину времени. Вы застряли во временной петле и бесконечно переживаете падение в черную дыру, которая пожирает время и пространство. Как теперь вырваться из петли? Вы бросаете машину в черную дыру. Телепорт времени уничтожен. Вы спасли Вселенную. Но вы все равно вместе с планетой подойти в черную дыру. Чтобы вырваться, нужен рывок. В этот момент на орбиту планеты выходят три космических корабля. Каждый из них испускает гравитационный луч, который может утащить вас в планеты. Из трех кораблей только один дружелюбен и действительно хочет вам помочь. Какой из них выбрать? Решайте скорее, черная дыра вот-вот вас поглотит. Вам поможет корабль, похожий на улитку. Ведь вы спасли планету улиток от страшного краба. Космический корабль уводит вашего звездного пуделя от жуткой гравитации. Вы оказываетесь в открытом космосе и на всей скорости улетаете от черной дыры подальше. Вселенная спасена. Теперь пришло время взглянуть на ваш результат. 0-2 балла. Быть может, вы и можете спасти планету или две, но вам еще рановато спасать галактику или Вселенную. 3-6 баллов. Неплохо. Вы можете защитить Вселенную, но только от небольших угроз. Порой проблемы космического масштаба вас еще пугают. 7-9 баллов. Вы заслуживаете место в команде службы безопасности Вселенной. Но нужно помнить, что нельзя спасать миры без помощи своих коллег. 10-11 баллов. Вы очень нужны Вселенной. Только вам под силу контролировать пространство и время и разгадывать самые сложные космические тайны.